Всем привет! Это Татьяна Безменова, Муз-курсы РФ. И при поддержке салона Кавай мы сегодня на таком замечательном рояле будем рассказывать и показывать, как мы занимаемся и работаем. Сегодня у нас экспромт Шопена Фа диез мажор в исполнении Ани. Аня учится на втором курсе в колледже и принесла уже вполне даже неплохое исполнение. Но сейчас наша задача довести это исполнение до концертного варианта и чтобы оно было в идеале не просто хорошим, а шедевральным. Для этого нам нужно больше внимания уделять полифоничности фактуры, во-первых. А во-вторых, конечно же, для Шопена это вообще безумно важно, это фраза, вокальность фразы, которая определяется штрихами, стоящими в нотах. То есть, по сути, это лиги. И вот нам сейчас нужно разобраться с этими лигами, потому что в большинстве случаев всегда даже взрослые пианисты почему-то обходят стороной эти лигатуры. А в них, вот в этих лигах, которые проставлены самим Шопеном, заключается ключ. Получается тавтология, да, скрывается ключ именно к тому, чтобы было органичное дыхание, свободное время и выразительная мелодия. И поехали сейчас с самого начала, сейчас посмотрим, что нам с этими лигами делать. Вот сейчас сразу остановимся. У нас здесь получилась такая история, что вот все, что у нас идет в левой руке до вступления мелодии, это одна лига. Но дальше у нас получается, что в момент вступления мелодии на раз как раз приходится завершение фразы в левой руке. И мы обязаны это показать, потому что если бы Шопен не хотел именно так, чтобы строилась фраза, то есть в левой завершение фразы, а в правое начало, то он бы не поставил эти лиги. Попробуем сейчас, я немножко покажу. То есть задача, вот я играю конец фразы в левой. Вот мы лигуем педалью ее с басом, вступает правая, а левая отрывается, причем даже не связывается в педали. То есть сначала мы сделаем здесь дырку между басом и следующей лигой в левой руке, которая начинается дальше. А правую лигуем руками. Получается такая история. Вот так до вступления правой. И дальше. Лиги в обеих руках на несколько тактов. Попробуем сделать. То есть нам сейчас нужно сделать преувеличенную дырку, не очень красивое слово, но тем не менее, между лигами в левой руке. Да, и вот здесь. Да, получается, что разрыв у нас сейчас произошел. И важно еще, чтобы следующая фраза в левой руке, вот эта вот. Она тоже была сразу же обозначена. То есть вступление следующей фразы нам обязательно нужно показать. Поэтому не боимся первым пальцем здесь прямо взять плотным звуком. Еще разок оттуда же. Вот так уже получше. Отлично. То есть получается, вот сейчас правая вполне правильно была выстроена. Тут нам как раз помогают эти фразировочные вилочки. И вот в соответствии с этими вилочками я очень правильно все сделала. То есть у нас как раз была вершина фразы, и к концу мы ее убрали. А вот в левой руке все гораздо интереснее. То есть получается, что в левой то, что играется первым пальцем, оно все время вступает поперек фразы в правой руке. И вот сейчас я сыграла не случайно это двумя руками, именно для того, чтобы нам не отвлекаться на технические моменты, переползание первым пальцем. Попробую сейчас сыграть двумя руками вот эту партию левой. И получается, что вот это ре до селя, оно идет со второй доли, со слабой, но это вершина вот ре. Это вершина, с которой начинается. И каждый раз когда она повторяется, начинается с которой левой. Да, и получается у нас ре до селя, ре до селя. А сейчас мы это будем делать преувеличенно. Снять и поставить новую. Да, отлично. И теперь дальше идем. То есть не дальше по тексту, а дальше вглубь. Получается, что у нас три раза повторяется вот этот ход ре до селя, этот тетрахорд. И, конечно же, всегда у нас действует закон, что все, что одинаковое, оно должно исполняться по-разному. И здесь, с одной стороны, мы должны соблюсти вот это сочетание соотношения вершина-спад, вершина-спад. Но микроакценты, которые внутри этого тетрахорда, мы можем расставить по-разному. То есть сначала, когда нам нужно показать вступление фразы в левой руке, мы делаем опору на ре диез. Получается у нас ре до селя. Потом мы можем это повторить. А в третий раз ре до селя. То есть сместить уже опору на следующий звук. И тогда у нас, опять же, сложится впечатление такого свободного дыхания, не метричного исполнения, а именно свободного по времени и по фразе. Попробуем сейчас сделать. Два первых раза на ре. Да, просто сама вот эта вот нотка ре, верхняя, она должна различаться по степени акцента. То есть первый раз мы ее обозначаем. Второй раз, так как в правой идет общее усиление, мы второй раз эту ре берем еще более плотно, с помощью того, что открываем палец. Да, вот как раз повод получить низ в левой руке. Да, и вот как раз этим можно позаниматься отдельно и даже отдельно нижний голос в левой поучить. То есть вот сейчас мы выявили, что, когда начали играть непривычным путем, а двумя руками, выявили, что, оказывается, головой и ушами у нас нижний голос в левой не настолько хорошо выучен. И, конечно, его следует еще и попеть, поназывать нотами. Давай отдельно сейчас сыграем прямо нижний голос в левой руке. И уже постараемся теми пальцами, которыми мы играем обычно. И называем. Да, и вот, кстати говоря, тоже такой закон, что мы начинаем кусочек, стараемся всегда именно с начала фразы, а не с начала такта. И здесь как раз для того, чтобы у нас еще лучше отложилось в голове, что у нас фраза начинается здесь со второй доли, а не с баса, мы бас сейчас вообще не затрагиваем. Ми, до, фа, да, и так же нараспев называем. Ничего себе, когда ты голосом берешь до диет, малая октава, ничего себе не займешь. Можно басом петь в хоре. Вот, кстати говоря, и тональность, и вообще вот эта фактура, она немного напоминает баркаролу Шопена. Слушала? Нет, вот. Как раз очень правильно всегда, понятно, что чем больше мы слушаем музыки, тем это лучше, потому что кругозор чисто даже в том, что касается музыкального языка, он расширяется, и потом мы еще более осмысленно сможем выстраивать с точки зрения стиля. То есть чем больше мы слушаем произведений композитора, которого мы играем, тем лучше мы понимаем его язык, стили, лучше воплощаем какие-то вещи. Поэтому послушаем баркаролу. Там тоже вот этот покачивающийся аккомпанемент, как раз это может быть ключиком к характеру вот этой пьесы, потому что баркаролу он нам дал намек на то, чем может быть связано произведение и вообще про что. То есть понятно, что баркаролы – это песня венецианского гондольера, а гондольеры они всегда пели только про любовь, потому что горячие итальянцы и так далее. И причем здесь вроде даже все благополучно в начале. То есть вот счастливая история, по крайней мере, поначалу. То есть вот этот покачивающийся аккомпанемент в левой, он прямо даже изобразительно нам напоминает волны, вот если это совсем буквально трактовать. И теперь попробуем сыграть уже левую так, как мы играли всегда, то есть в той аппликатуре, в которой уже мы привыкли. Но при этом звучание постараться воспроизвести то, которое было у нас двумя руками. Если нужно, понятно, что там идет первым пальцем, мы можем, конечно, постараться максимально связать, но полностью легата у нас не получится. Поэтому мы подпедаливаем, но так, чтобы педаль сразу же снималась, чтобы она была не слышна. Чисто штриховая педаль. Сейчас я покажу, чтобы это было как будто в замедленной съемке. Вот мы поставили, рука, нога, связали, нога тут же отпустилась. Взяли ногу, вот вяжем через педаль. Таким образом, из-за того, что я ее сразу отпускаю, у меня интервалы не наслаиваются гармонией, не наслаиваются друг на друга. А там, где можно, я стараюсь вообще играть руками. Это такой уже признак максимального мастерства. То есть то, что можно связать руками, это, кстати, еще вот Елена Владимировна Березкина всегда говорит, что то, что можно сыграть руками, нужно играть, потому что тогда мы добьемся гораздо более разнообразных красок. Вот. Попробуем сейчас вот очень медленно посвязывать педалью так, чтобы не наслаивались интервалы друг на друга. Взяли, сняли, да. При этом очень важно снимать, да, только после того, но сейчас мы как раз можем пальцами взять, да, поэтому мы ее отпустили. Вот. А там, где у нас, нам приходится связывать педали, очень важно снять не раньше. То есть и не позже, и не раньше. То есть очень маленький промежуток времени, в который мы можем это сделать. Пробуем, пробуем. Да, и сейчас еще покажу способ, которым вообще очень хорошо отучивать педаль вообще в любых случаях. Дело в том, что вот когда мы очень как раз самое правильное взятие педали, это вообще большим пальцем ноги. При этом получается очень, как это сказать, очень маленький сигнал, поэтому он не настолько, то есть напряжение мышечное, оно минимальное, а мышечное, как раз когда у нас мышечную память запоминается, запоминается тем лучше, чем сильнее напряжение. То есть почему мы вот играемся с подниманием пальцев, с напряжением, именно потому что с большей степенью напряжения быстрее запоминается. То есть для того, чтобы у нас нога быстрее выучила то, что ей нужно делать, мы укрупняем сигнал, который проводим. Сейчас покажу. Это довольно забавно выглядит, но это очень хороший дает эффект. То есть мы знаем, что у нас вот здесь берется, здесь снимается, снимается, берется. И тогда мы делаем уже даже не большим пальцем и даже не передней частью стопы, а мы делаем вот таким образом. Без педали, а просто отучиваем движение. Вот, то есть посидеть и заучить это в преувеличенном виде. И потом мы поймем, что у нас уже это получается само. Вот, ну можно сейчас не пробовать, можно попробовать это уже дома, если поняла, да, как делать. И вообще любая педаль, вот если она так проучивается, то она очень быстро загоняется именно в автоматизм. Так, а мы сейчас еще раз сыграем левую, потом уже соединим с правой. Да, да, аккуратненько. Так, внимательно. Хорошо. И еще один момент, вот прежде чем мы соединим сейчас правую с левой уже в этом месте, здесь получается, что у нас с одной стороны полифония, с другой стороны понятно, что в правый голос важнее, чем в левый. и при этом самое сложное, это когда нам необходимо, чтобы второстепенный голос все равно оставался осмысленным и проинтонированным. Вот это уже выше пилотажа. Как правило, если мы переключаем внимание на ведущий голос, то остальные голоса и подголоски, они теряют смысл, теряют выразительность и интонацию свою. И для того, чтобы этого не случилось, мы сейчас еще проработаем это таким достаточно простым способом, ну, по крайней мере, для этого уровня уже. Здесь нам нужно, чтобы вот эта интонация на тихом звуке сохранялась с помощью напряжения в пальцах. То есть не путаем напряжение и зажим. Опять же сейчас покажу. То есть если у меня палец слабый, вот есть такое заблуждение, что чем тише звук, тем слабее у нас должен быть палец, тем расслабленнее. Вот так, конечно, вроде бы у меня сейчас формально получилось, но интонации слышно не было. Вот если сравнить, вот опять же сейчас без педали играю. Вот сейчас уровень звука был не выше, но тем не менее, с точки зрения интонации и осмысленности, выразительности было на порядок лучше. Согласна? Вот. И это значит, что я сделала? Я усиливала. Чем тише звук, тем я больше усиливаю напряжение и натяжение в пальцах. То есть я стараюсь с одной стороны как будто бы вытянуть пальцы, удлинить их, и в то же время беру каждую ноту как бы через сопротивление. Вот как если бы у меня здесь стояла преграда, и через эту преграду я с трудом бы продиралась к клавишам. Вот попробуем так поучить сейчас, прежде чем соединим, и с максимальным напряжением и натяжением. При этом локоть следим, чтобы оставался свободный. Это напряжение касается именно пальцев. Да, кисть тоже свободная, а палец как будто бы проделывает путь через невидимое препятствие. Да, и не боимся открывать. Открываем пальцы, потому что тогда им будет легче сделать одинаковые движения. Чем длиннее амплитуда, тем легче нам сделать одинаковые движения на все. Да, и не боимся при этом брать из клавиши. То есть, вот тоже есть такой термин Елена Березкина, звукобоязнь. Это ничего общего не имеет с тем, что мы должны вот играть все время громко, а как раз, если у нас четко выверенное, отточенное движение, то мы уже не боимся смело взять звук из клавиши. Вот, то есть, если я сделала все правильно, вот, открыла палец и с натяжением его опускаю, да, звучание становится более плотное, вот, но все равно это в рамках пианы, но зато это все равно уже звучит. Вот, то есть, нам нужно избегать того, чтобы у нас был звук вот такой, теневой, что вроде бы звучит, а смысл не понять. Хорошо, попробуем сейчас соединить. Сначала сыграем, вступает правая, делаем галочку между лигами, да, и педалью связываем так, где необходимо. здесь у нас все слегка в одно. Да, работаем пальцами, открываем, чтобы они более осмысленно интонировали. Берем пальцами в левую. При этом правая все время выбирает более плотно, чем левая. Хорошо. И сейчас возникла новая проблема, что правая слегка тонет в левой. То есть левая уже интонирована, ей есть что сказать, и она забивает тем самым правую. Этого случиться не должно. И теперь мы поделаем такое упражнение, будем выверять вертикали по балансу. То есть что нам нужно сделать? нам нужно, чтобы в каждом аккорде, когда правая совпадает с левой, правая была наверху. И прямо сейчас каждую вертикаль, то есть каждое совпадение получается здесь по факту все время практически четверти в левую и в правую. То есть каждую четверть несколько раз мы берем нужными пальцами с тем, чтобы у нас и уши, и пальцы привыкли к необходимому, нужному, верному распределению силей. То есть конец пальца в правой гораздо более тяжелый, чем в левой. при этом левая все равно остается продолжает браться нужным приемом с напряженным пальцем. Вот вот сейчас ре у нас с акцентом, но тем не менее все равно си выше, чем ре. Выше именно по уровню звучания. здесь мы на до делали, но тем не менее, несмотря на акцент в левой руке, на опору правой все равно выше. И самая большая опасность, когда они сближаются максимально, просто это еще средний регистр, в котором мало высоких частот, его всегда нужно более ярко прозвучивать. сейчас каждую вертикаль несколько раз берем и вслушиваемся как в то, что происходит, так и контролируем свои ощущения уже мышечные. Прямо сначала правой берем до без баса. Да, следим за плечом, чтобы усилие, с которым мы берем ре в левой руке, чтобы оно именно за счет пальца происходило, а не за счет зажима в плече. левую можно поярче еще вытащить. И вот мы представляем себя в роли звукорежиссеров за пультом. То есть что-то подкручиваем повыше, что-то повыше, но погромче, но не так сильно, как первый канал. Вот у нас сейчас три канала. Правая и два в левой. Здесь можно ярче радиез. Еще. Вот. Вот. И получаются уже мельчайшие градации, но иногда из-за таких вот мельчайших вещей, которые, если они недовыверены, как раз они получаются шедевра. То есть работа над шедевром это уже вот там под микроскопом, под лупой мы всякие там узорчики и штрихи доводим. Вот. Понятно, да? Этим мы занимаемся дома. Так, а пока сыграем еще раз сначала, постараемся это опять же сделать уже с учетом вертикали и пойдем дальше. Следим за плечом. Да, и еще вот тогда скажу один момент, что вот это правильно, что в левой ты сейчас выстраиваешь так же, как потом уже после вступления, когда правая вступает, но опять же, чтобы не было двух повторений одинаковых, здесь в левой хорошо бы больше пойти насквозь, потому что потом насквозь пойдет правая и она сцементирует там форму, соберет. вот если здесь мы будем идти по мотивам без правой, точно так же будем разбивать левую, то тогда это рискует просто распаться на фрагменты. здесь просто да, я имела ввиду, что мы просто идем более общо, то есть мы не мы не нет, конечно же мы опираемся ну как вот в предложении у нас несколько слов и в каждом слове в любом случае есть ударение вот но я могу сказать так например в каждом слове есть ударение вот у меня уже предложение оно распадается на фрагмент я могу сказать в каждом слове есть ударение ударение сохранились а предложение не распалось у нас ударение сохраняются акценты дальше у нас фа-ля-с фа-ля сначала фа-ля-с-оль а потом сделаем фа-ля-с и вытаскиваем здесь тоже можно применить такую хитрость что сместить акцент в первом случае мы опираемся на фа-ля-с а потом фа-ля-с-оль пропускаем одну сильную долю смещаем акценты таким образом у нас получается более сквозная фраза фа-ля-с-оль идем не разваливаем ля-с соль а фа-ля-с-оль а здесь фа-ля-с-оль и дальше хвостик вытаскиваем правая пошла сняли дальше забываем про рэшку в левый фа-ля-с-оль фа-ля-с-оль сейчас правая по балансу очень хорошо при этом левая уже была интонированная не забываем про паузы да и опять же не боимся вот у нас сейчас как раз лига закончилась именно на басе а дальше пошла следующая лига и конечно тут стоит педаль скорее всего это редакторская педаль но суть в том что мы можем ее взять но уже после того как у нас в голове эти лигатуры выверены то есть пока я бы советовала вот да здесь мы соединились с басом дальше лига закончилась пошла новая чтобы у нас в голове лучше уложились эти лиги мы никак не связываем ни педалью ни руками а просто через такой вдох глубокий как будто мы берем следующую вот если это соединить даже в принципе в случае концертного исполнения будет все равно ощущение свободного дыхания и времени вот сейчас вот я пришла к басу то есть получается что даже если я никак не соединю педалью все равно это слушается и слушается гораздо лучше чем если мы слепим две лиги в одну тогда будет гораздо менее осмыслено да прям последний такт от предыдущей фразы и не боимся снять педаль вместе с руками да сделаем прям вот это движение полоскание белья в ручье вот оно очень полезно вообще в принципе для пластичности кисти когда мы вытаскиваем конец фразы вот как раз очень полезно что вот руки достаем из рояля вот таким пластичным движением почти танцевальным вот это мы соединили и вытащили обе руки и дальше пошли поехали вытащили да не боимся дальше опять вытащили новая лига но при этом она должна не оборваться у нас нота которая в конце лиги она она должна вот как бы сойти на нет как есть fade out да или fade down не помню как это называется вот когда просто убирается громкость звука все он сходит на нет а он не прерывается да да вот сейчас хорошо получилось потом это чуть-чуть сгладим но ощущение дыхания останется да и сейчас еще как раз вот на закрепим вот этот момент у шопена это вообще всегда во всех произведениях встречается это один и тот же мотив повторяющийся много раз и в нем так как мы уже делали но вот впервые это встретилось с правой обязательно нужно распределить опору по-разному то есть начало у нас у нас по сути здесь потом у нас следующий мотив из которого выходит вот этот пассаж который является вариацией то есть третий раз вот это вот шопен изложил просто в виде вот пассажа у которого как раз хвостик повторяет эти ноты и получается что распределение опор мы можем здесь это всегда вообще момент импровизации и уже инициативы исполнителя то есть нету каких-то четких законов что вот в первый раз так во второй раз по-другому но как мы можем здесь сделать вот это конец предыдущей фразы так как у нас не было прихода в тонику в предыдущей фразе дубль диезы еще раз вот это доминанта у нас получается к следующей тональности и поэтому чтобы прийти в тонику мы можем первый раз опереться на нее а второй раз чтобы не было двух опор на тонику мы смещаем опору на си диез вот потом приблизит нам наверное дальше пошел пассаж а в третий раз получается опора у нас идет уже на вершину и потом снова вытаскиваем то есть первый раз у нас опора идет на последнюю второй раз она смещается чуть раньше а в третий раз еще раньше на вершину пассажа попробуем это сделать вытащили предыдущий конец фразы пришли сюда да но при этом мы должны не просто опереться а подвести весь следующий мотив опять же чем сильнее мы открываем пальцы тем легче нам интонировать поэтому здесь вообще не боимся вот такими выпрямленными пальцами но все равно на концом пальца выбирать из рояля при этом здесь здесь все вытащили да здесь не будет и при том что еще так как это возвращение в основную тональность то есть получается все что было до этого все построение даже которое было с отклонением в ля диез минор то есть получается это не просто разрешение в рамках такта это разрешение в рамках всего построения а разрешение это уже есть такой закон который конечно иногда мы нарушаем в зависимости от случаев вот но именно здесь мы приходим в основную тональность все какие-то местные конфликты разрешены поэтому здесь нам нужно разрешение сделать как как будто мы сходим на нет то есть вот здесь мы пришли ля диез минор показать этот острый си диез то есть получается вот эта точка с которой начиналась в начале эта фраза она у нас самая нижняя и как раз все правильно то есть от нее идет вот эта вилочка фразировочная а начало вилочки не акцентируем до именно тогда у нас будет ощущение вот опять же такой дышащей фактуры потому что в первый раз мы обозначали этот до диез как вступление правой руки в этот раз нам уже не обязательно это уже будет узнаваемая мелодия все равно а тут мы соблюдем то что в начале вилочки как и в начале любого крещенда даже большого всегда у нас самая тихая точка это понятно попробуем да и вот как раз когда у нас идет размагничивание да то есть здесь у нас спад напряжения то мы не даем много времени то есть оттяжка это всегда усиление напряжения и вот я когда-то не могла понять в чем же такая гениальность игры рахманинова а потом я просто села вот с нотами и включала его запись несколько раз прокручивала его исполнение там прям по фрагментам и в какой-то момент и в какой-то момент поняла что моменты разрешения он никогда не делает оттяжку вот например вот сейчас это тоже пока вспомнила там то есть он даже сокращает вот эти ноты вот здесь он может дать больше времени но когда речь идет о разрешении в тонику то есть это спад напряжения он всегда сближает при этом другие пианисты там тоже великие они играли вот так это конечно да замечательно смотришь как выразительно человек играет сочувствием проникаешь но того эффекта магического это не вызывает в отличие вот от этого то есть совершенно какая-то другая уже интонация другой уровень воздействия вот так же и мы сейчас попробуем то есть тут получается вот си диез можно смелее выделить а здесь абсолютно просто без всякого натяжения напряжения да и вот как раз чисто технически мы хитрим здесь то есть мы выставляем всю эту фразу уже в одну позицию чтобы нам потом не искать первым пальцем не проделать большой путь а дальше снова пошли да и как раз тут получается что мы повторяем левый уже в третий раз это проходит а в правой руке во второй опять же в первый раз когда правая играла мы показывали все выпуклости все повороты а во второй раз мы попробуем пойти насквозь то есть движение у нас более устремленное именно к вершине фразы потом к уходу то есть мы не задерживаемся нигде не останавливаемся на том чтобы показать вот такой другой мотивчик еще раз да оттуда же с разрешением да и дальше просто помогаем себе счетом раз два три четыре раз два три четыре раз два три да отлично да точно так же делаем лиги да не боимся снять педаль да там где есть нигде так связываем на вот сейчас кстати замечательно прозвучало именно без педали получается у нас вот это вот движение вниз вот если на камере будет видно вот у нас с верхнего интервала начинается лига мы можем ее связать педалью там где у нас не вяжется руками чтобы не перехватывать но именно между басом и началом следующей лиги было было бы гениальным если бы мы не брали педаль не боясь что а сейчас у нас тут что-то вот порвется оторвется то есть это уже такой получается шик исполнительский когда мы можем себе позволить сделать то что в тексте получаем совершенно замечательный эффект вот если я сыграю вот так вот сравнение это первый вариант где я все связывала педали все слепила второй вариант то есть получается у меня уже слышны вот эти вот вступления в левой руке и таким образом тем что я показываю начало этой лиги у меня определяется совершенно правильное движение сразу то есть это движение вот от этой опоры к выдоху опора и выдох пробуем прямо вот даже от этой судьи да и вот эти конечно вот эту терцию и до диез нам необходимо связать педалью чтобы не рвался мотив как раз который под лигой на это сложно да а праву очень важно снять вот эту паузу сделать вот понятно да если это отработать руками то тогда нам педаль здесь вообще не нужна потому что именно тогда и у нас совершенно по-другому высветится вот этот пассаж потому что одно дело запедаленный пассаж а другое дело пассаж который играется пальцами без педали это совершенно другой уровень звучания качественно вот если мы вот это все сделаем то тогда мы сможем обойтись с минимумом педали и у нас получится очень объемная фактура при этом так поехали дальше следующий раздел с баса начинаем как раз вот сверху страниц да это как конец предыдущей фразы но тем не менее вот здесь как раз бас нужно держать на педали так у в в в в Доиграем этот раздел, да? Хорошо, и вот здесь как раз опять у нас сразу есть три плана, над которыми работать, ну как минимум. Потом их всегда оказывается больше, это точно. Первый – это именно верхний голос. То есть здесь полифоничность фактуры, она остается, но, как всегда, у Шопена все равно мелодия главенствует. Поэтому учим отдельно мелодию, чтобы она была, во-первых, обращая внимание на лигатуры и на вершины. Раз, то есть чтобы у нас она не просто шла от ноты к ноте, а устремлялась к вершине и потом от нее. Поехали, сыграем отдельно верхний голос без нижнего, да? Да, любыми пальцами, не обязательно теми, которыми мы играем. Давай еще разок. Да, и сейчас сразу, вот, то есть получается вот здесь, даже это, если мы за вершину принимаем… Если мы за вершину принимаем как раз вершину именно звуковысотную, здесь она совпадает на самом деле с вершиной смысловой. И здесь получается у нас три гвоздика, три до диеза, вокруг которых все и вертится. И что мы делаем? Мы не просто каждый раз опираемся на эти до диезы, а сначала нам нужно выстроить линию именно из этих вершин. То есть они не просто тоже мы Коле забиваем и они сами по себе отдельно, нет. От них как раз мы тоже должны вот от одной к другой протянуть ниточку. То есть первая дошка у нас, так как это начало фразы и более короткий мотив мы его должны сделать более таким выпуклым, выразительным. Пошел второй мотив, он более сквозной. То есть получается второй до диез мы с точки зрения силы звука, да, мы его выделяем, но временем мы его никак не подчеркиваем, потому что, чтобы не потерять именно сквозное движение. А третий до диез получается он последний по закону вообще любой фразы. То есть конец фразы, если он не приходится на сильную долю, это всегда выдох, вытаскивание. И что у нас тогда получится? Вот таким образом у нас уже получается организованное движение. Играем только мелодию. На первой до диез мы открываем палец и делаем натяжение и акцент весом, да. И попробуем второй мотив, который как раз именно это вторая лига, второй мотив, попробуем его еще более сквозным сделать. То есть не подчеркивать каждую ноту. Да, конечно, мы открываем пальцы для более точного интонирования, осмысленного, но идем все время вперед. И еще сразу момент скажу, что вот здесь нужно избежать вот этой ошибки идти по сильным долям. Вот у нас получается, что конец мотива совпадает с сильной долей. Но вершина у нас уже была, и мы не можем опереться еще и на сильную долю. Поэтому мы здесь вытаскиваем вес. А дальше, хоть у нас опять вот на опорную вот эту вот изначально квинту приходится начало следующего мотива, но мы на эту провокацию не ведемся, потому что нам нужно дотянуть его еще на два такта. Если мы сразу вот сюда усядемся, то тогда дальше у нас все разобьется опять на фрагменты. Поэтому мы здесь идем только по вершинам. И дальше начало мотива мы никак не обозначаем никакими акцентами, а опять ведем только к вершине. Хорошо. Вот, вот сейчас отлично. Давай еще раз повторим, чтобы оно запомнилось. Да, и получается, что вот сейчас мы проработали первый важнейший момент. Это именно фраза в мелодии. Второй момент это полифония. Все остальные голоса мы сейчас, не думаю, что вот сейчас именно будем делать, но это по аналогии с тем, как мы работали на первой странице, точно так же. И, конечно, здесь, ну это уже понятно на слух, что средний голос в левой руке. Конечно же он после мелодии он главный, то есть над ним нужно посидеть тоже отдельно, его повыверять, поинтонировать и потом поиграть мелодию и только этот голос. И дальше еще, что касается полифонии, сейчас прям попробуем сыграем мелодию и средний голос, вот то, о чем я сейчас. Да, конечно. При этом в левой этот голос тоже интонируется. Ну вот он полностью дублирует по вершинам правую руку. Да, в этом здесь как раз проще, чем в левой. Да, здесь мы причем можем сделать как мы хотим. Вот здесь что хочешь, то и показывай. Когда там уже из трехзвучных аккордов у нас уже двузвучные интервалы. Вот что тебе кажется здесь самым красивым, то и показывай. Вот. И дальше нам наоборот нужно выучить, отучить края в левой руке, чтобы они звучали ровно. То есть голос вот этот вот, он посередине. Можно вот так вот. Можно вот так. Это не важно. Вот. Чтобы они вообще никак, то есть были таким фоном. И они должны быть все абсолютно одинаковые. Это вот мне очень нравится сравнение, как-то я придумала для какого-то ученика. Что вот у нас мелодия, главный голос и второстепенные, которые создают фон. И это вот как в салате оливье. Есть соленый огурец, который прям вот каждый раз, когда на него натыкаешься, его чувствуешь, что вот да, огурец соленый. А есть картошка, которую ты не должен чувствовать. Она просто вот как наполнение, которое вот с абсолютно нейтральным вкусом. Но суть в том, что вот огурчик ты можешь порезать на разные кусочки. То есть если он будет отличаться по величине эти кусочки, то это не страшно. Потому что каждый раз вот это огурчик, ты его замечаешь. А если ты порежешь на разные кусочки картошку, то это будет раздражать. И каждый раз, ой, это опять картошка, ой, это картошка. То есть чем они более одинаковые, тем они незаметнее. И вот здесь та же самая история. То есть у нас вот этот вот огурчик, он каждый раз с разной градацией. А вот эти все, они абсолютно одинаковые. И их мы отучиваем тоже отдельно, именно для того, чтобы привыкнуть к тому, что они абсолютно ровные. Все совершенно в одной динамике. Попробуем сыграем эти края. И как мы делаем? То есть для того, чтобы у нас были одинаковые по звуку нотки, мы их должны сыграть одинаковым движением. А для того, чтобы сделать максимально просто одинаковые движения, мы его делаем максимально крупным. То есть в этом случае мы берем и открываем пальчик с одинаковым напряжением и с одинаковой амплитудой. Следим по нотам, чтобы нужное количество сыграть. Да, и при этом, но это тоже следующий этап, что потом мы уже у себя в голове пытаемся их тоже объединить во фразу. Си, 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 си. При этом движение стараемся оставить максимально похожими друг на друга. Си, си и дальше. Последим за свободой в локте. Да, то есть открываем пальчик, натяжение берем, при этом кисть у нас совершенно свободная. Пальчиками работаем, кисть проверяем, да, открываем и через, как будто через напряжение, вот мы их не сгибаем лишний раз. Вот, то есть раскрыли, взяли, раскрыли, взяли. Вот можно даже такую гимнастику подделать. При этом кисть, чтобы ее предохранить от зажима, мы ее все время вот микродвижениями проверяем. Да, не добавляем никаких усилий ни от локтя, ни от плеча, вообще ни от чего. Только пальцевые движения. Да, вот это можно будет дома поделать. Вот, давай вместе сделаем взмах. Вот, открыли пальцы, взяли, открыли, взяли. При этом рука у меня как будто вот на подлокотничке лежит, она освобождена. Открыли, взяли с натяжением. Открыли, взяли, сама теперь открыли, взяли. Вот, и уже приближается к одинаковости. Смотрите, не машем кистью, только пальцем. Да, 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 при этом, да, именно кончиком стараемся зацепить. Так, хорошо. Вот, итак, мы это все проучим. Это вот второй момент, полифоничность, да, то есть нам нужно каждый голос в своем ключе проработать. А третий момент, это опять же вертикаль. Когда у нас все голоса по горизонтали проработаны и проинтонированы, мы уже начинаем выверять каждый аккорд по балансу, по вертикали, чтобы у него были распределены правильные голоса. Вот, например, первый аккорд у нас. То есть вот эта картошечка, которая наполнитель, она вообще не должна никак цеплять ухо. Вот, это просто фон, база. Вот это вот соленый огурчик. Или, например, вот это вот соленый огурчик, а это майонез. Да, или горошек, кстати, тоже, который всегда четко. Да, майонез, он хоть и с ярким вкусом, но он равномерно все распределен. Вот, и получается, что, да, горошек, он более матовый у него вкус, а вот у огурчика соленого у него поярче. И вот мы каждый аккорд выверяем, чтобы по вертикали было четкое распределение. То есть у меня соль диез слышен, но до диез превалирует. И вот приучаем и ухо, и пальцы к нужному звучанию аккордов. И прям по несколько раз сидим и вот медитативно вот это все выверяем. Вот, это как раз у нас будет в качестве домашнего задания. А на следующем уроке продолжим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok